Всем добрый день, дорогие мои подписчики! Давно с вами не встречалась, давно не выходила в эфир. Как-то все забегалось и времени не было. Но теперь я думаю, что у нас будет намного больше времени. Я буду, как и раньше, выходить каждый день в эфир. Я вас всех очень люблю. Я очень благодарна за то, что вы остаетесь со мной. Будьте всегда со мной. Я вам еще очень много интересного расскажу. Я буду, поделюсь тем, что я знаю, поделюсь рецептами. Будем готовить, будем путешествовать. Друзья, сегодня хотелось бы, конечно, поднять вопрос или вот такую вот интересную тему, которая, наверное, и не просто, наверное, которая беспокоит нас всех. Это то, ради чего мы живем в этой жизни. Мы в этой жизни живем, понятно, ради счастья, ради того, чтобы сделать счастливыми, чтобы быть счастливыми, чтобы сделать счастливыми тех, кто возле нас. Тогда и мы будем счастливыми. Поэтому и хотелось бы поговорить еще раз о том, что такое счастье. Что такое счастье в вашем понимании? Что такое счастье, я хочу рассказать в моем понимании? Поэтому приглашаю всех вас к обсуждению. Пишите мне, пишите в комментариях, как каждый из вас понимает, что такое счастье. Ну, понятно, хочу начать с одного. Мы рождаемся в этой жизни для того, чтобы быть счастливыми, как я понимаю, сделать мир прекрасней вокруг себя. Мир прекрасней делает вокруг себя понимание каждого одно. У кого-то это сутоличное. Действительно, только рядом, только возле себя. Только вижу себя и все. А кто-то хочет, чтобы были все вокруг счастливыми. И тогда ему намного легче становится в душе. Ну, наверное, это приходит, возможно, с возрастом. Потому что маленькие детки тоже счастливые по-своему. Они счастливы тогда, когда любят их родителей. Когда они, понятно, детки маленькие всегда любят своих родителей. Поэтому для них большое счастье, когда мама и папа рядом. Оба. И мама и папа. Когда гармония и мир в семье. Когда ребенка любят, балуют по-своему, слушают, рассказывают ему, ходят, гуляют. Ребеночек тогда счастливый. Далее детки вырастают. И что у нас идет? У нас идет дальше уже пошла школа. Пошла школа. Чуть побольше запроса у нас. Но мы все так же остаемся детьми. И мы все так же любим маму и папу. Мы за них переживаем уже. Потому что уже идет сознание, сознание школы. Особенно после 10 лет. Тогда уже есть чувство. Чувство какой-то ответственности. Когда ребенок думает и он считает, что он, конечно, любит свою маму и папу. У него счастье все заключается в его родных. Это мама, папа, дедушка, бабушка. И все вот эти отношения и делают счастливыми этого маленького человечка. Когда он учится хорошо в школе. И его за это поощряют. Ему за это какие-то подарки дарят. Ему за это. Его хвалят за это. Хвалят. Его выслушают, когда он хочет что-то рассказать. То есть это уже становится более самостоятельный член семьи. И он счастлив по-своему. Далее мы вырастаем. После этого у нас идет уже вот этот период, который мы называем тяжелый период. То есть это первые тяжелые вот эти вот первые тяжелые уже годы этой жизни. Еще не взрослые, но уже и не детские. Когда развивается организм, когда начинаются первые депрессии. Это самый тяжелый возраст у деток. Это уже называется подростковый возраст. Потому что они уже и не детки, но они еще и не взрослые. И вместе с тем происходит очень много психологических вопросов. Там, где их, конечно, надо поддержать. Но иногда родители не в состоянии. Потому что и родители ведь это же... Некоторые родители не знают, как поддержать этого ребенка. Поэтому и бывают случаи разные. Очень разные в связи с тем, что здесь очень много идет психологических факторов. Но ребенок будет счастлив тогда. Ребенок в данном случае уже подросток. Он будет счастлив тогда, когда он сможет прийти спокойно рассказать маме, папе о том, что его беспокоит. Как всегда говорят, лучше всего, конечно, это коммуникация. Я с этим полностью согласна, потому что мы должны разговаривать. Мы должны друг с другом делиться всем, что у нас есть. Тогда намного легче будет. Тогда мы можем спокойно переносить. Потому что одному человеку переносить все то, что он переживает, намного тяжело. Когда ты кому-то расскажешь, становится намного легче. Тебя кто-то поддержит, либо скажет, что это вот не так. Занимайся этим по-другому. Рассказывай, сделай это вот таким образом. И очень прекрасно, если действительно эти люди друг друга понимают. Это прекрасно, когда они все-таки вместе, вместе, то есть семья. И умеют разговаривать, умеют слушать друг друга. Вот такие вот у нас бывают разные периоды. После подросткового возраста понятно, что мы проходим уже следующий этап. Это уже когда пошел институт. У кого институт, у кого училище. Но это уже идет более глубокая социализация. Когда уже прошел подростковый возраст, но каждый имеет какое-то свое мнение. Ушли от мамы и папы. Мама, папа есть. Но все-таки приезжаем мы к ним. Приезжаем уже как взрослые, более самостоятельные личности. Но вместе с тем, вот эти более самостоятельные личности, это все-таки еще... Ну мы в душе всегда остаемся детьми. Но вот именно те, которые уже 20-летние, 24, 25 года, да, у них есть свои какие-то отношения. У них очень много энергии, поэтому им хочется танцевать, беситься. Ну все-все-все, что называется молодостью, юностью. Это прекрасно. Поэтому так оно и должно быть. И, конечно, в этом случае уже не маме с папой хочется что-то рассказывать. В этом случае уже рассказывают своим подругам. Девочке подругам, мальчике, наверное, друзьям. О мальчиках не скажу, потому что я сама была девочкой. Я прекрасно помню, что можно рассказать какой-то секрет девочке. А эта девочка может, конечно, его растрепать на весь класс. У меня был случай, когда растрепала на весь класс. Поэтому я была девочкой, очень отстаивала свои права всегда. Вот за это не один раз получала от мамы и от папы. Потому что еще с детства меня учили, что драться девочкам нельзя. Вот, ну как я могла защитить себя, если я считала, что врать некрасиво, что сплетничать некрасиво. Я этого не люблю до сих пор. Ну вот почему-то так меня воспитали. Или же у меня такой характер. Я до сих пор не люблю, когда врут и когда сплетничают. Мне кажется, что отвечать надо прежде всего самой за себя. Самому за себя. Вот это будет. И ставить все вопросы к себе. В первую очередь к себе. Почему так получается? Ну, наверное, потому что я такой вот человек. Наверное, мне надо что-то изменить в своей жизни. Это сейчас уже с высоты прожитых лет я вспоминаю себя ребенком. Я вспоминаю себя в юности. И поэтому я считаю, конечно, конечно, во всех случаях, которые произошли в жизни со мной, которые мне жизнь давала по голове, во всех случаях надо критически относиться только к себе. В этом я полностью согласна. Поэтому хочу рассказать о своем детстве. Было у меня такое, да, я всегда защищала себя от неправды и от сплетен. И я защищала всегда свою семью. В то время семья моя была, это моя мама и папа и сестра, которая младше меня была на 9 лет. Вот. Таким образом, каким образом я могла себя защитить? Так, как может ребенок. Если кто-то посплетничал, была одна девочка в первом классе, я училась, мне было 8 лет на то время, и она распустила обо мне какие-то сплетни. Что-то я ей рассказала, а она что-то рассказала в классе. Ну, естественно, после школы я ее побила. Да, я понимаю, это некрасиво. Красиво. Мне отличницы поставили в дневник поведение 2. Я, конечно, очень сильно получила от родителей тогда. Мама, возможно, мама меня, наверное, только ругала, я этого не помню. Но как папа меня отхлестал, это я прекрасно помню. Я запомнила это на всю жизнь. После этого девочек я не била, но, конечно, было еще, когда у меня было 14 лет, еще одна девочка тоже решила посплетничать. А 14 лет это уже был, ну, довольно агрессивный такой вот уже возраст. Да, пришлось... Я ее тоже тогда побила. Это мне... Мне очень стыдно об этом говорить. Вот. Ну, было такое, было. Я даже забыла, как эту девочку зовут. Если бы вспомнила, я бы, конечно, извинилась перед ней. Я бы, конечно, извинилась, потому что я всегда... Мне кажется, я учила своего ребенка никогда не драться после этого. Потому что... Вот я видела ошибки в своем поведении, я видела ошибки в своем детском поведении, я вижу ошибки в своем взрослом поведении. И всегда мне хочется, чтобы мой ребенок жил лучше, чем я. Понятно, мы все взрослые, мы все хотим счастья для своих детей, для своих внуков, правнуков и так далее. То есть для всех своих родных. Для всех мы хочем счастья. И мы счастливы остаемся тогда, когда и наши родные все тоже счастливы. Когда все вокруг хорошо тоже. Когда солнышко светит. Вот сегодня прекрасное солнышко. И я вышла с вами на репортаж. Вот такие вот были интересные моменты. Да, мы остановились далее. И все-таки говорим о счастье. Значит, счастье в каждом возрасте свое. И каждый человек воспринимает счастье по-своему. Вот одному для того, чтобы быть счастливым, не хватает денег. Другому для того, чтобы быть счастливым, не хватает любви. Третьему там еще чего-то не хватает. А все вместе, это все и есть счастье. И самое главное, что? Вот когда счастье, мы всегда улыбаемся. Один какой-то философ, я, честно говоря, сейчас не припомню, кто это, но он сказал, что люди счастливы все по-разному. А вот несчастны все одинаково. Поэтому хотелось бы, чтобы мы все были по-разному, но счастливы. Да, но это жизнь, конечно. Поэтому надо смотреть на свои ошибки, надо анализировать, и надо думать, как один мне сказал психолог, а ты подумай, чего ты хочешь. Вот если в детстве ты знала, что ты должна поступить в институт, это будет твое счастье, далее ты хотела семью, ребенка, гнездышко уютное. Вот, а чего хочешь ты сейчас? Потому что ведь на каждом этапе у нас идут какие-то новые и новые запросы. А если мы себе планируем что-то в жизни, и потом мы над этим работаем и выполняем их, вот тогда мы и считаем себя счастливыми. Поэтому, друзья мои, вот такую вот небольшую дискуссию мне хотелось бы с вами обсудить и пригласить вас к дискуссии. Пожалуйста, пишите в своих комментариях. Далее будем переписываться, потому что онлайн-чата у меня здесь нет. Я сейчас загружу это все на свой YouTube-канал. Кто еще не успел подписаться, подписывайтесь, пожалуйста, Елена Ермакова. Будем дружить. Спасибо вам большое, что вы остаетесь со мной. Желаю вам все счастья, солнца, веселья, хорошего настроения. Всего вам наилучшего. Дорогие мои!